Библейский портал экзегет.ру представляет 31 глава книги Иисуса Сына Сирахова. Я читаю синодальный перевод для библейского портала Экзегет. Эта книга, она, ну, как вот у Маяковского, что такое хорошо, что такое плохо. И часть этой книги, она очень такая яркая, интересная, и там есть глубокие размышления. Часть этой книги — бытовые зарисовки. Вот мы как раз в середине, пожалуй, той части, которая из бытовых зарисовок состоит. И только что у нас был рассказ о том, как хорошо веселиться, радоваться жизни в 30 главе. А это мозаика, поэтому белое и черное здесь перемежаются. 31 начинается с того, как все плохо. Связь, конечно, есть. В конце 30-й говорится, что радость — это здорово, и даже покушать хорошо — это тоже приятно и правильно. Ну, бывает ли? У этого темная сторона, конечно, бывает. Бдительность над богатством изнуряет силы и заботы, о нем отгоняет сон. Чтобы хорошо жить, нужно иметь на что. И когда человек ставит вот это на что в центре своей жизни, то радости как раз в ней становится мало. Бдительная забота не дает дремать, и тяжкая болезнь отнимает сон. Потрудился богатый при умножении имуществ, и в покое насыщается своими благами. Потрудился бедный при недостатках в жизни, и в покое остается скудным. То есть немного ты приобретешь, но все равно ты можешь даже приобретениями лишить себя покоя из-за того, что думаешь, как не лишиться этих накоплений. И это тебе не поможет. Любящий золото не будет прав. И кто гоняется за тлением, наполнится им. Тление — это то, что исчезает, то, что недолговечно. И, соответственно, ты наполняешься вот этим исчезающим недолговечным. Многие ради золота подверглись падению, и погибель их была предлицом их. Оно — древо преткновения, ну то есть то, обо что спотыкаешься, для приносящих ему жертвы. И всякие несмысленно будут уловлены. А приносящие жертву богатству. Ну то есть те, кто ради богатства идут на всю и всем остальным жертвуют. Счастлив богач, который оказался безукоризненным, и который не гонялся за золотом. То есть быть богатым неплохо, само по себе плохо делать это целью своей жизни. Кто он? Мы прославим его, ибо он сделал чудо в народе своем. И тут же такой комментарий. А кто он? Где он? Есть такой вообще? Давайте его прославим. Кажется, нету. Кто был искушаем золотом, а остался непорочным? Да будет это в похвалу ему. Опять такая фраза, что, ну, наверное, есть только и, похоже, я таких не знаю. Кто мог погрешить и не погрешил, сделал зло и не сделал, прочно будет богатство его, и милость у них его будет возвещать собранием. Значит, еще и слава. Вот смотрите, потом в Евангелии будет сказано, что удобнее верблюду пройти через игольное ушко, чем богатому войти в Царство Небесное. Здесь ведь примерно такая же вещь. То есть богатый человек, он очень легко доступен этим всем искушениям. Его богатство связано с этими искушениями. Поэтому, ну, если он сумел, то тогда да, хорошо. Но вообще трудно это. Когда ты сядешь за богатый стул, не раскрывай на него гортани свои, ну, то есть не жадничай, да, и не говори много же на нем. Помни, что алчный глаз — злая вещь, что из сотворенного завистливая глаза, потому что он плачет обо всем, что видит. То есть вот стремится забрать себе как можно больше. Куда он посмотрит? Не протягивай руки, не сталкивайся с ним в блюде. Вот такой человек, да, глаз, его ведет за столом. И не сталкивайся с ним в блюде. То есть, ну, когда общее блюдо, и оба протянули руку и столкнулись с руками. Вот он тебе эту руку сломает, когда ты поперек него что-то там из этого блюда захочешь взять. Суди о ближнем по себе и о всяком действии рассуждай. Суди о ближнем по себе. У нас принято наоборот говорить, не суди по себе. А как судить, да? То есть представляй себя на месте этого человека. Видимо, это имеется в виду. Ешь как человек, что тебе предложено. И не присыщайся, чтобы не возненавидели тебя. Ешь как человек, что тебе предложено. В смысле, не начинай вот жрать, 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 как животное дикое. Что предложено? В смысле не привередничай. Это, конечно, этикет поведения за столом, я согласен. Но может быть, это и про правила в жизни. Чтобы не возненавидели тебя. То есть если человек уж совсем себя некрасиво ведет, то его любить не будут. Переставай есть первый из вежливости. Не будь алчен, чтобы не послужить соблазном. И если ты сядешь посреди многих, то не протягивай руки твои прежде них. То есть тоже общее блюдо. Значит, ешь умеренно и уступай другим. Немногим довольствуется человек благовоспитанный, потому он не страдает одышкою на своем ложе. Одышкою, то есть вот от обжорства. Здоровый сон бывает при умеренности желудка. Встал рано, и душа его с ним. Страдание бессонницу и холера и речь в животе бывает у человека ненасытного. Вот, смотрите, сначала про обоснования такие, скорее, связанные с этикетом, а потом уже про связанные со здоровьем. То есть по отношению к другим людям важнее быть вежливым, чем по отношению к своему даже организму. Если ты обременил себя явствами, то встань из-за стола и отдохни. Сделай перерыв, но хватит уже. Послушай меня, сын мой, и не пренебреги мной, и впоследствии ты поймешь слова мои. Вот вроде бы только про еду, но тут же новый поворот. Во всех делах твоих будь осмотрителен, и никакая болезнь не приключится тебе. Не только про обжорство. Вообще вот не надо жадничать в жизни, и надо пытаться все подряд себя запихнуть, не только из еды. «Щедрого на хлебы будут благословлять уста, и свидетельство о доброте его верно. Против скупого на хлеба будут роптать горд, и свидетельство о скупости его справедливо». Вот теперь уже наоборот. То, кто угощает. Видимо, богатство у нас только что обсуждалось. И богатый человек может быть либо щедрым, либо жадным. Щедрого будут хвалить и благословлять. Да, а с едой у нас что обычно идет? Вот, правильно, выпивка. «Против вина не показывай себя храбрым, ибо многих погубило вино». Храбрым, то есть, а мне и все, ничего, я сколько угодно выпью и никогда не пьянею, как говорил герой одной советской комедии. «Печь испытывает крепость лезвия закалку. Так вино испытывает сердца гордых пьянством». Ну, что такое печь испытывает крепость лезвия закалку? Значит, орудия, труда или военное оружие кладут в печь, чтобы закалить металл. И если оно сделано плохо, то, ну, не знаю, лопнет. Я не специалист в кузнечном деле, но, в общем, не получится ничего. А вино испытывает сердца гордых пьянством. Вот такая же печь, которая может погубить человека. «Вино полезно для жизни человека, если будешь пить его умеренно. Что за жизнь без вина? Оно сотворено на веселье людям. От рада сердца и утешения души вина, умеренно потребляемое вовремя». Комментировать не буду, мне кажется, и так все понятно. «Горесть для души — вино, когда пьют его много, при раздражении и ссоре». При раздражении и ссоре, то есть когда человек пьет не для радости, чтобы забыться, чтобы себя наградить за вот какое-то, ну, огорчение. Или когда при ссоре пьют вино, вот хочется вмазать как следует собеседнику, вместо этого хлопнул еще одно. То есть такая вот мужская логика соревнования. «Излишнее употребление вина увеличивает ярость неразумного до преткновения, умоляя крепость его и причиняя раны». Ну, то есть перепили и потом уж сами не понимают, что творят. «На перу за вином, не упрекай ближнего и не унижай его во время его веселья. Вот если он даже и лишнего хватил, то не надо это делать поводом для зубоскальства. Не говори ему оскорбительных слов и не обременяй его требованиями». То есть за собой следя, а за другим не надо. Как подробно все про винопитие. Вообще, судя по всему, наш автор Иисус Сансирахов толк в этом знал. С женщинами у него как-то не очень сложилось, а вот с застольями все было хорошо. Поэтому следующая 32 глава более подробно это обсудит.